Так я же в физмат-школе учился, я всегда хотел программировать, я вообще в психиатрии не собирался. А в психиатрии ты сталкиваешься с людьми, которые силу определенных обстоятельств уже больше не могут или не хотят обманывать. Вот здесь родился Вася Пупкин, и все, будь Васей Пупкиным. Зачем, собственно, люди едут на Запад? Там даже вышло из употребления слово, которое означает «совесть». Они чувствуют, что их чего-то лишили, но не понимают, чего. И уже никогда не поймут. Никто не будет тебя стыдить. Никто не будет тебя как-то этим попрекать или делать какие-то выводы. Это нормально. Каким полом человек хочет быть, это к шестому классу обязательно нужно определиться, прежде чем он в взрослую жизнь войдет. А математика — это так, это потом. Человек, у него седая борода. Я предполагаю, что он, наверное, старше меня, но я не знаю, сколько ему. Я не имею права задать этот вопрос. Не надо договариваться, не надо сохранять семью, не надо работать над собой. Я пуп земли. Это немыслимо для меня. А спать по ночам хотелось спокойно. Это проявление вашей генетической склонности к депрессивным заболеваниям, которое вот сейчас проявилось. То, что они, может быть, за всю свою жизнь никогда не прочитали ни одного абзаца текста, который не был бы написан копирайтером. Ну, вот перестанете грустить, начнете смотреть радостно на солнышко и все нормально. Продолжаем. Мы с Севой учились вместе в физмат-школе. Он двугодичник, я одногодичник. Мы с ним один год жизни прожили. Вот один год, причем разные классы. И нас объединило, ну, как мы вот так... Клуб... Можно было нас назвать кружком бардовской песни, нет, Дима? Да-да-да. Он очень хорош. Да-да-да-да. Да-да-да, мы с Севой, короче, пели песни под гитару. И вот он меня кучу песен научил. Он там из Киевского, из КСП Киевского, потом там Камчатская. И потом нас жизнь развела. Вот он уехал, не остался в Новосибирске в университете, он уехал в Киев, поступил в медицинский институт, в мед, стал психиатром. Потом он уехал в Америку, и вообще 20 лет жил в Америке. Вот. И мы как-то нас так жизнь разбросала, что мы как-то даже и не общались. И даже когда у меня появилась возможность, это трудно было... Трудно объяснить было, почему я не попытался найти Севу в Америке. Хотя мог, конечно. То есть это, ну, какой-то... Я боялся, наверное. Ну, ты встретишь человека, с которым поговорить не о чем. Он там почему-то по-другому у него, почему-то он по-другому тоже там как-то не проявлялся. А тут Анита... Анита, ты знаешь же Аниту? Анита два года назад или позапрошлым летом пишет мне, типа... Сережа, типа, мы с Севой в Сочи пересеклись. Вам точно, вам очень надо встретиться вместе. Ну, она прям так как-то... Вам надо встретиться. И мы, короче, с Севой приехал ко мне в Москву. Мы там полтора дня провели. И такая поразительная вещь, как будто... Как будто и... Нет, и не расставались. Ну, в смысле, интересно, мировоззренщики, мы не разбежались. Это удивительная вещь. И потом, вот он неделю у нас на Лимане... Ну, в смысле, в Алексеевке летом были. И мы там как-то и попели, и поговорили. И родилась эта тема, потому что... Вот он рассказывал мне, как... Ну, причина, почему он уехал в Канаду. Почему он бросил психиатрию. Сева бросил психиатрию, практически получив лицензию американского психиатра. Это очень высокооплачиваемая, очень уважаемая работа. Вот он ушел из этого. И вот, как бы, почему это произошло. Что он там внутри увидел. И вот, как бы, вот эта часть, вот, она и будет посвящена. Это я так назвал записки из американской психушки. Сев, тебе слово. Всем добрый день. Давайте сделаем... Пусть у нас будет с вами такой небольшой разговор. То есть вы участвуйте, там будет... Я буду задавать вопросы. Ну, не личного характера. Да, еще вот интересно, Сергей упомянул о темной и светлой стороне человека. Я сразу оговорюсь, что я смотрю на это немножко по-другому. Я думаю, что есть человек и есть его омрачение. И вот эти омрачения, они-то и проявляются в виде того, что мы называем темной стороной. Ну, впрочем, об этом чуть подробнее дальше. Ну, давайте. Значит, сначала я собирался рассказать вам о американской психиатрии. Я думаю, я вам дам пару минут. Вы можете поразглядывать эти картинки. Ну вот. Обратите внимание, вот это электросудорожная терапия. Обратите внимание на эту фотографию. Особенно лицо медсестры. Ну, классика, да? Нет работы, нет дома, все, что еще осталось. Как представляют люди разного рода шизофренические явления, психопатии. Вот девушка смотрит на себя в зеркало, видит не то, что есть. А вот, кстати, в этом уголочке очень интересная штучка. Маленькая, правда, не знаю, видно вам или нет. Это называется лоботомия. Да, то есть вот такие эксперименты в Америке в начале 20 века были очень распространены. Проводились в анатомических театрах знаменитыми психиатрами, в присутствии многих студентов и врачей. Вот через глазницы, вот так вот, железячками пытались расковырять лобные доли мозга, чтобы они не мешали человеку жить. Ну и вот, вот как-то так, да? А теперь, собственно, эпиграф. Все, наверное, знают это произведение Данила Хармса, которое называется «О Пушкине». Давайте прочитаем его вместе. Вот как-то так. Трудно сказать что-нибудь о психиатрии тому, кто ничего о ней не знает. Психиатрия – это великая наука и медицинская дисциплина. Нутрициология, хирургия, они менее велики, чем психиатрия. И даже реаниматология по сравнению с психиатрией, в общем, пузырь. Все науки, вся медицина вообще по сравнению с психиатрией – пузыри. Вот только по сравнению с иммунопрофилактикой психиатрия – сама пузырь. А потому, вместо того, чтобы рассказывать вам о психиатрии, расскажу-ка я вам об иммунопрофилактике. Хотя иммунопрофилактика – такая тема непростая сегодня, что о ней-то и говорить ничего нельзя. Поэтому расскажу все-таки лучше, наверное, о психиатрии. Но после иммунопрофилактики о психиатрии разговаривать как-то обидно. О психиатрии, об иммунопрофилактике писать и говорить нельзя. Ну, в общем, поэтому я ничего вам, ни о чем не расскажу. Эпиграф номер два из Дуглас Адамса «Автостопом по галактике». «Если нам повезло, это вагоны пришли выбросить нас за борт. А если не повезло, то капитан прочитает нам свои стихи». Итак, сейчас я прочитаю вам свои стихи. Это стихи в жанре пирожок. Если кто не знает, они пишутся без заглавных букв, без знаков припинания, в определенном размере, без рифмы. Ну, и вы, по идее, должны оставлять какой-то интересный образ. Аркадий, съев Этиламиду, вдруг вспомнил греческую жизнь. И голым выскочил из ванной, и громко Эврика кричал. «Один ноль 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 ноль! Нет-нет, ноль 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 один!» Так вспоминали программисты минувших дней двоичный код. Кто верит в Дарвина, не должен переживать о судном дне. Замолвит слово добрый Чарли за обезьяну без хвоста. И фотографию ракеты показывали, и скафандр. А Глеб твердит, мол, не летали американцы на луну. «Не дня без антидепрессантов!» – сказал веселый психиатр. И хохотали санитары, и улыбалась медсестра. Часть вторая. Я думаю, на психиатрии на этом можно закончить. А теперь общество. Сергей-то, собственно, заявил тему неожиданную для меня. «Американское общество глазами психиатра». Давайте же поговорим об обществе. Психиатрия дает уникальную возможность увидеть общество иначе, чем видит его политолог, экономист, бизнесмен. Когда ты работаешь с людьми, ты видишь общество и процессы, которые в нем происходят через глаза каждого человека индивидуально. Причем очень часто в ситуации, когда он не может врать. А ведь искусство презентации, назовем это иначе, очень важно в ежедневном мире. А в психиатрии ты сталкиваешься с людьми даже успешными, иногда знаменитыми, богатыми, которые в силу определенных обстоятельств уже больше не могут или не хотят обманывать. Иногда за это они туда и попадают. Еще картинки. Мне жена иногда присылает фотографии. А где же мама? Она когда-то немножко для развлечения моделировала какие-то свадебные платья в Канаде. Соответственно, подписана на разные модельные агентства, не агентства. И вот это считается тоже модельное такое дело. Вы посмотрите немножко на эти фотографии. Как с точки зрения людей на них изображенных, так и с точки зрения вообще самой фотографии. Вот, например, вот это место. Правда, кажется, что это нога уходит сюда? Я вот когда смотрю, мне сразу кажется, что это нога. В общем, очень любопытно. Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете? Какие у вас возникают мысли, впечатления? Что вы думаете об этих женщинах, которые изображены на этом фотографии? Какие слова приходят в голову? Вот, которые справа точно нечастны. Вы забегаете вперед. Ну, такие мысли. Ну, безвкусица, да? Вульгарность. Странное представление о красоте. Мы же в современном обществе. Мне кажется, я сейчас никого вообще не делаю. А в общей? По меркам современного общества они достаточно злорят. Да. Я выставил достаточно спокойные картинки там в коллекции. Было и покруче. Я давно не был в Москве. Может быть, здесь это тоже теперь нормально. Но для меня, когда-то, 20 лет назад уехавшего, после физмат-школы, после мединститута, такие вещи казались, ну, скажем, странными. И они немножко были показательны для меня в смысле функционирования общества. Давайте зададимся вопросом. Зачем, собственно, люди едут на Запад? Что они там ищут? То есть, какое общество они там находят? Ну, наверное, в первую очередь себя едут искать. Хорошо, искать себя. Давайте будем записывать версии. А неправильно. Это правильная версия. Так, за лучшей жизнью. А что такое лучшая жизнь? Лучше, чем сейчас. Да. А в чем она проявляется? За достатками. За колбасой. Да? Ведь и сегодня... За защищенностью. Ведь и сегодня люди продолжают уезжать. Да? Из России. Так вот, мое впечатление, которое сложилось, это то, что люди едут за идеями. На самом деле, а не за колбасой. Дело в том, что когда они туда приезжают, они видят, что эти идеи сами по себе ведь не существуют. Они всегда существуют в какой-то реализованной форме. И каждая идея может быть реализована по-разному. Она может, условно говоря, быть реализована хорошо, а может быть реализована не очень хорошо. И вот многие люди не только уезжают, но и возвращаются. Сейчас людей тоже очень много возвращающихся. И возвращаются они тоже не из-за того, что здесь работа лучше или здесь безопасности больше. Хотя иногда это и так. Возвращаются они, если могут, если они не увязли в кредитах, если они не потеряли там детей, той культуре и тому обществу. Возвращаются они, когда замечают, что те идеи, за которыми они когда-то ехали, реализованы там, были не так, как они надеялись. Что же это за идеи, на мой взгляд? Я прочитаю вам просто список. А вы скажите, это хорошие идеи или плохие? Индивидуальность, свобода личного выбора, толерантность, конфиденциальность. Хорошая идея, но они не про Запад. Ну, едут на Запад за ними. Ну, только тот, кто слишком мало знает о Западе. Правильно. Вот вы много знаете о Западе. Но я там при этом не был ни разу. Нет, то, что вы говорите, правильно. Я просто хотел немножко более подробно проиллюстрировать какие-то из этих моментов. Давайте возьмем, например, такую идею, как индивидуальность и свобода выбора. Это хорошая вещь. И я, пожив на Западе, очень благодарен за то, что это там есть. Я смог получить очень много от этой идеи. Что это такое? Я ушел из психиатрии. Мне было за 30. И у меня была семья. Ну, я взял и поменял карьеру. 40, 50, 60. А вот сейчас я смотрю. Я стал программистом, когда мне было 40 лет. А сейчас я разговариваю с рекрутерами. Конечно, в России тоже есть много работы программирования. Но вот если тебе за 40, это уже так, критерий. И тебя уже сразу записывают, в общем, в проблемные товарищи. И с работой сложнее. А там, и это может быть немножко касается вопроса конфиденциальности, они не имеют права задать этот вопрос. Меня менеджер на работе говорит, этот человек, у него седая борода. Я предполагаю, что он, наверное, старше меня. Но я не знаю, сколько ему. Я не имею права задать этот вопрос. Значит, это открывает возможности. И даже такие вещи, как выбор семейного положения. Нужно ли девушке выходить замуж 20 лет, иметь детей к 30? Или она хочет строить свою жизнь иначе? Дело не в том, разрешено это или нет. Это формально и здесь разрешено. Но то, что тебя никто об этом не спросит, никто не будет тебя стыдить, никто не будет тебя как-то этим попрекать или делать какие-то выводы. Это нормально. Это совершенно как бы спокойно любой человек может принимать подобные решения. Дальше мы начинаем чуть-чуть уже склоняться к таким вопросам, к questionable моментам. То есть, например, может ли человек выбрать пол? Вроде бы это момент свободы. Но, тем не менее, тут уже немножко сложнее. Где такая граница между тем, что можно выбирать и что как-то уже, может быть, выбирать не стоит или может быть даже опасно. Ну, предположим, это все хорошо. А, имя. Вот здесь родился Вася Пупкин. И все, будь Васей Пупкиным. А там, и это не значит, что каждый человек должен менять имя. Но это, но если тебе хочется, если тебя вставляют от какого-то другого звука, ведь имя, в конце концов, это тот звук, который ты слышишь каждый день по отношению к себе. Если тебе твое имя не нравится, ты имеешь право выбрать, и никто не задаст ни одного вопроса. А, ты теперь так? Отлично. В государственных службах и где хочешь. Можешь даже несколько раз это сделать. Это здорово. Это дает определенную свободу. У нас тоже можно. Ты, Борисович, я не говорю о том, что здесь нельзя. Во-первых, здесь очень многое поменялось. И здесь действительно тоже многое можно. Но вот я, например, живу сейчас не в Москве, а в маленьком городе, районном центре Ростовской области. И, может быть, здесь все люди уже все понимают, очень прогрессивное, но там не особенно. И так вот, в целом по России, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что смена имени достаточно радикальное явление. Но смотрите, как что получается. Дальше мы переходим уже в то, во что эта идея может превратиться, если не обращаться с ней аккуратно. Значит, первое, у нас сразу возникает гордыня. Я индивидуальность, что хочу, то и делаю. Имею право не обращать внимания на окружающих, кому-то неудобно, это их проблемы. А я вот такой, уважайте меня таким, как я есть. Дети. Смотрите, дети же растут. В этой обстановке. И они начинают понимать, что, например, их никто не должен заставлять учиться, если им не хочется. Потому что это их святое право выбирать, учиться или не учиться, какими предметами заниматься. А школы могут продвигать повестку нетрадиционной, я даже не могу это написать, L, G, T, короче, L, G, B, T. Там просто еще за это время, два года, что я уже там, там уже еще такой хвост появился, еще с плюсом, там это вообще не выговоришь. Вместо математики, например, в школе. Да, ну почему он? Потому что, ну почему бы и нет, все можно, индивидуальность человека, ведь каким полом человек хочет быть, это к шестому классу обязательно нужно определиться, прежде чем он в взрослую жизнь войдет. А математика – это так, это потом, если захочется. Не надо договариваться, не надо сохранять семью, не надо работать над собой, я пуп земли. Смотрите, как получается так, суть моей лекции сегодня, она не в том, что это все есть, это-то есть, а в том, что как так получается, почему идея индивидуальности, может воплотиться вот в это, а может воплотиться вот в это. Вот я заметил, что есть некая сила, назовем ее сила F, которая действует в обществе и смещает воплощение хороших идей из позитивной сферы в негативную. Не знаю, есть ли у меня время расписывать все остальные. Ну, давайте просто поговорим. Толерантность. Можно быть разным, можно быть самим собой. Многонациональное общество хорошо работает. Никто, никому, кто хочешь надеть тюрбан, ходи в тюрбане. Хочешь закрывать лицо, закрывай, не закрывай, не закрывай, практикуй все, что хочешь, религиозная свобода и так далее. Хорошо это? Хорошо. Потому что живешь, ходишь, спокойно в чем хочешь, делаешь свое дело и занимаешься тем, чем тебе нравится. Это дает базу спокойствия, взаимоуважения, без чего в обществе невозможно ни бизнес, ни какие-то интересные дела. под действием силы, которую мы назвали F. Куда это может сдвинуться, толерантность? Прежде всего, это фальшь, это притворство, это неискренность, это когда нельзя ничего говорить, это политкорректность, это когда ты обязан вести себя толерантно, это когда за малейшие проявления нетолерантности ты можешь угодить на штраф за решетку или какие-либо проблемы по службе, это экстремальная политкорректность, это когда ты, как будто в паутине, ты не можешь ничего толком сделать и это когда представители каких-нибудь, например, меньшинств, то есть я не просто теперь могу выйти в свои религиозные одежды, но ты еще и обязан мной восхищаться. Из хорошего сместилось в плохое. Конфиденциальность. Здорово. Никто не спрашивает, сколько тебе лет, никто не лезет в душу. Ты открываешь человеку только то, что ты считаешь нужным. Никакие бабушки у подъезда, никакие соседи о тебе ничего не знают. Я вот в России, я лечусь, наверное, в самой лучшей стоматологической клинике Ростова. Я сажусь в кресло, передо мной экранчик с расписанием всех пациентов, с их фамилией, именами, отчеством. Это немыслимо для меня, когда я оттуда приехал. Там же это медицинская тайна, как ты не можешь даже знать, что ты увидел этого врача или какие у тебя там эти. Но я смотрю на это, это нормально, ничего-то в этом страшного нет на самом деле. Это нас там немножко приучили к этому. Хотя определенная свобода, что никто не имеет права знать твой диагноз, никто не имеет права лезть в твою семейную жизнь или в твои мысли, твои интересы. Прекрасно. Сила. Дети скрывают от родителей свои медицинские вопросы. Ребенок может работать с психологом на перемену пола 14 лет, не уведомляя родителей. Страх близости, страх откровенности, невозможность. Любое, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Супруги откровенные разговоры между собой ведут в присутствии психолога или адвоката. Минус. Законопослушность, это же прекрасно. Это предсказуемость, это хорошая атмосфера для бизнеса, это в конце концов банальная безопасность, когда работает закон. Чем это может вернуться под действием этой силы? Когда выстроена система подчинения законов, ее очень легко поменять сверху, условно говоря, придет плохой правитель, и все эти законы, законы могут поменяться, а их все равно нужно выполнять. Но даже если этого не произойдет, что такое, когда все зарегулировано и все правила известны? Это значит, здравый смысл уже больше не нужен. Это значит, не надо быть честным, можно быть мудаком, главное не нарушать закон откровенно, и все обязаны с тобой считаться. И так далее. И так далее. По каждому, я надеюсь, я смог вам показать, что каждая из этих идей может превратиться, может воплотиться совершенно в другом варианте. Итак, постулат главный, который я хочу вам сегодня представить, это то, что общество, такая треугольная модель общества, общество состоит из людей, идей и сил. Люди и на Западе, и здесь одинаковые. Все люди хотят одного и того же. Они все не хотят страдать, и они все хотят быть счастливыми. Они изначально не желают зла своему ближнему. Я видел это. Видел это в ситуациях, когда люди же себя не контролируют. Они не желают зла. Они способны сами организоваться и кооперироваться. Но люди подвержены омрачением. Идеи сами по себе не хорошие и не плохие. Они могут воплощаться в хорошее или в плохое. Силы вводят людей в омрачение или освобождают от них. Силы также могут смещать реализацию и действия в одну сторону или в другую сторону. Вкратце примеры сил. Мы не говорим о причинах, мы не говорим кто за этим стоит. Я этого не знаю, я этим не занимался в своей профессии. Но я вижу как влияет на людей кредитная экономика и стресс с ней связанный. Питание, сахар, витамины, пестициды, загрязнение, копирайтинг, потому что написано все, что написано, написано только так, как должно быть написано для в интересах, скажем, условных сил, о которых мы здесь не говорим. Порнография, не будем забывать о таком мощном факторе. Низкий уровень начального образования. Медицина, которая исключительно заточена под медицинские, под лекарственные препараты и совершенно оставляет за бортом и здоровый образ жизни и питание. Голливуд, конечно, социальные сети, это плоская модель отношений, это клиповое мышление, это зависимость, настоящая наркотическая зависимость, это одобрение окружающих и так далее, и так далее, и так далее. И вот теперь, как бы мы с вами не определяли понятие нормальности, что вообще говоря не так просто, можно ли сегодня быть нормальным? Мы говорим сейчас о западном обществе. На мой взгляд, психиатрия сегодня в основном, в основном, не полностью, имеет дело с последствиями деструктивных патологических сил и влияния их на людей и на идеи. На мой взгляд, не стоит осуждать людей, которые не получили возможности нормально развиться, которым не дали то, что нужно было дать, чтобы стать человеком. И я совершенно согласен с вами, что многое из этого присутствует и здесь. Хорошо это или плохо? Второй вопрос. Мне немного грустно от того, что эта вот сила есть и здесь есть. Там просто она начала действовать раньше, и там это все уже доведено до некого экстремума. Посмотрите снова на эти фотографии. Я надеюсь, вы уже более ясно видите в них грусть, растерянность, непонимание того, зачем это все. Эти люди, эти женщины, их чего-то лишили. Они даже не понимают, что их чего-то лишили. Не говоря уже о том, что они чувствуют, что их чего-то лишили, но не понимают чего и уже никогда не поймут. Как психиатр я верю, что человек это не только животное, что он не управляется дофамином, серотонином, что у человека есть канал общения с Богом, с мирозданием, с высшими силами, каждый называет как хочет. И что человека можно либо возвышать, либо тянуть вниз к животному состоянию. Если его долго тянуть вниз к животному состоянию, он начнет вести себя как животное. Тут не надо много ума, чтобы это понимать. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем в обществе, это уже всего лишь результат вот этого базового выбора. На этом закончу. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопрос такой. А почему из психиатрии ушел? А спать по ночам хотелось спокойно. Совесть. Совесть же у русского человека есть. Там даже вышло из употребления слово, которое означает совесть. Оно там вроде бы как есть в английском языке, но оно устаревшее. Его не используют. Там не очень люди понимают этого понятия. Ну, скажем так, я надеялся, в психиатрии заниматься глубинной разработкой проблем человека. То есть, что-то как бы, ну, начиная от психоанализа, психотерапии, понимания, чего это произошло. И на самом деле, честно сказать вам, прежде чем заниматься психиатрией, ну, в случае каждого конкретного человека, прежде чем разрабатывать любое состояние, даже которое выглядит очень патологично, с точки зрения психиатрии, надо бы образ жизни, питание, обстановка в семье, ну, вот такие вот витамины, вот это вот все, что всем, так сказать, толдычат с утра до вечера. А когда моя задача как психиатра это взять человека с улицы и человек к мне приходит и говорит, мне грустно, у меня, ну, девушка, предположим, меня бросил парень. Мне же грустно, вы можете мне как-то помочь поговорить со мной об этом? А я знаю, что у меня 10 минут с ней поговорить на самом деле, и я должен ей сказать по методичке, что не-не-не, слушайте, вот то, что у вас бросил парень, это, конечно, ну, это, конечно, понятно, да, ну, ну, вот смотрите, вот кого-то еще там бросил тоже и ничего, нормально. Значит, то, что вы сейчас чувствуете, вот эта вот грусть ваша, это проявление вашей генетической склонности к депрессивным заболеваниям, которое вот сейчас проявилось на фоне вот этого ситуативного момента и вашей неудачи в отношениях. И поэтому вам вот, поскольку вот вам именно сейчас грустно, вам, конечно, там надо что-то там решать, но это не в моей компетенции, а я вам могу предложить классную таблеточку, которая вас, знаете, сейчас так вот подбодрит немножечко, ну, вот перестанете грустить, начнете смотреть так радостно на солнышко и с отношениями там у вас как-то будет. Вот. Она потом через три месяца приходит, набрав пять килограмм и проблема, например, в виде сахарного диабета или чего-нибудь. Я не говорю, что у всех это бывает. Но это уже потом история, потому что потом мне нужно тоже и рассказывать, что не-не-не, понимаете, это, конечно, проблема, но на самом деле если так быстро вот у вас все это нарастает, это значит, если бы мы тогда вот не дали вам таблеточку, то это вы вообще сейчас были просто в кусках, поэтому как бы смотрите, все нормально, продолжаем. Но на самом деле это уже все потом. А вот первый момент, когда я должен вот по требованиям моей лицензии медицинской не сказать о всех остальных способах работы с этим, а убедить человека, который даже так не считает еще сегодня, что не-не-не-не-не, все эти проблемы это все генетические обусловленные нарушения психики, которые лечатся медицинскими препаратами. Что происходит, если врач выбирает альтернативу в обход методички? А у нас тут в этом списке идей не было лицензирования медицинских профессий? Нет. А зря. Идея-то хорошая. Ну, контроль качества, да, и все такое. А с другой стороны, как только ты лицензирован, все, тебе лицензии могут и ты не можешь больше практиковать. И тогда врачи очень быстро понимают, что должны слушаться указания из центра и говорить то, что надо говорить. Врачи, которые слишком много вместо психиатрии занимаются нутрициологией, теряли лицензию. Я, честно говоря, немного ожидал в конце услышать про то, почему эти идеи искажаются. И этого немножко не хватило. Может быть, поделитесь, если смотреть на это с точки зрения психиатра, что является основным или несколько факторов, которые вызывают это искажение в американском обществе. Ну, факторы вот они. Это факторы. Базовый вопрос, он звучит так. Можно ли быть нормальным в обществе, которое патологично? Это все, в этом всем виден какой-то один элемент. То есть, например, я бы здесь это все к маркетингу в каком-то виде, к капитализму в том числе, потому что медицина, базирующаяся на препаратах. Ну, понятно, почему она базируется на препаратах. Там, клиповое мышление, понятно, что социальные сети, да, но зачем они это делают? Тоже продают рекламу. То есть, понятно, и всем по барабану как-то меняет психику человека. Вот, то есть, получается, вот эти... Я намеренно оставил этот вопрос без ответа в своей лекции. Ваш ответ, наверное, правильно. Наверное, не единственный. В любом случае, это не является конкретной темой моего разговора сегодня. Что я хотел показать, это то, что есть какая-то внешняя сила. Оставим это как есть. Просто сейчас вот это все в том числе и в России работает. Берем, говорим, что это все о России, и вот будет то же самое. Единственное только, что влияние Голливуда здесь, возможно, будет ощущаться чуть хуже, просто потому, что у нас многие вещи воспринимаются в штыки, опять же, в силу того, что этих проблем у нас нет. Какие есть? Вопрос времени, понимаете? Возьмите копирайтинг и Голливуд, например. Люди нашего возраста с вами, они выросли на этом, они ничего... Знаете, я когда-то для себя сформулировал такую вещь, что большинство, если не все люди, которых я вижу вокруг себя, находясь в Америке, вот я сошел с трапа самолета, вот люди, 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 Нью-Йорк, полный Нью-Йорк людей. Вот что их всех объединяет, те, кто выросли там во всяком случае, за исключением иммигрантов, то, что они, может быть, за всю свою жизнь никогда не прочитали ни одного вот абзаца текста, который не был бы написан копирайтером. Они же книг-то особенно не читают, и они все, что они читают, они окружены изображениями и текстами с раннего детства, и все это написано копирайтерами. А чем отличается копия от обычного текста, вы знаете, наверное? Копия пишется под заказ. То есть кто-то платит копирайтеру за то, что он напишет такой текст, который повлияет на аудиторию определенным образом, таким, которым нужно в данном случае капиталу, копирайтеру, ну, в смысле, заказчику по тем или иным причинам. Я не уверен, что эта причина это только всегда капитал. Хотя думаю, что, наверное, в значительной степени да. И я не разбираюсь в том, какие там могут быть еще причины. Я только чувствую их наличие. И проявляется это в видимой вселенной в виде вот этого треугольничка для меня. Здесь вместо слова силы можно на самом деле сказать факторы, если говорить о факторах, которые были. А что за силы на самом деле, я не знаю. Это не в моей профессиональной компетенции. я ответил на ваш вопрос. Еще? Хорошо. Почему программирование? Так я же в физмат-школе учился. Я всегда хотел программировать. Я вообще в психиатрине не собирался. Сильно. Правда. Это получилось довольно случайно. И, знаете, я понял, что я, наверное, единственный был в своем мединституте после физмат-школы. Это точно я был единственным. Я, наверное, единственный был, который вообще соображал в началах логики, математическом мышлении, каких-то физических законах. Мне кажется, эти две когорты, знаете, людей, которые пойдут в точные науки, которые пойдут в медицину, они еще на уровне школы так сильно разделяются, что тем, которые идут в медицину, им, по-моему, можно вот чего угодно навешать в этом мединституте. Они даже не поймут, что здесь что-то не так. Без обид. Моим коллегам они очень классные. Я очень уважаю хирургов и реаниматологов. Но, к сожалению, большинство медицины сегодня уже здесь тоже функционирует по западным лекалам. А там в 50-е годы вся медицинская программа образования во всех университетах была заменена на ту, которая основана в фармацевтических каких-то началах. Поэтому вопрос ваш был про... Про ИТ, почему? Можно я, в общем, ИТ, да. Ответил, мне кажется. Такое может быть в завершении, если ни у кого нет. Нарисуй, ну, как заявленная тебе записка из психушки. Можешь такие, какие-то, не знаю, словами, портреты нарисовать, как выглядит общество оттуда? Кто такие отношения родственников друг с другом, к старшим, к друзьям, не знаю. Вот что там проявляется? Что так, ну, как бы, если психушка это обостренная модель общества, там, где маски все падают, что там видно изнутри этого заведения? В двух словах не могу. Ну, можно чуть. В десяти тоже не могу. Могу рассказать один пример отношения к родителям. Серьезный такой довольно момент, который пока еще у нас, наверное, тоже меняется, но пока еще есть, что все-таки твои родители это не только люди, которые тебе должны, тебя должны обеспечивать, а потом отодвинуться в сторонку, и не только те, которые потом мешают тебе, там, живя в своем доме, а все-таки люди, которые как-то заслуживают какого-то уважения, да, у нас есть ощущение какого-то долга перед родителями. Там, например, я не особенно заметил этого. То есть там дети, когда подрастают, ну, почему это к вопросу, например, о продолжительности жизни, да, все знают, что на Западе высокая продолжительность жизни, только не все знают, что в среднем лет 10, 15, 20, это не точная цифра, это я так от балды, но много последних лет жизни люди проводят в домах престарелых, где за ними ухаживает достаточно такой холодный, бездушный персонал, где их, опять же, им дают все время психотропные препараты, их жизнь достаточно сильно ограничена, и далеко не все из этих людей действительно нуждаются в этом. То есть там критерии достаточно гибкие, я много раз наблюдал, как вполне еще себе старушку, которая здесь еще там 30 лет могла бы на своем огороде или своей квартире совершенно спокойно существовать, так вот, ну давай, мама, давай сходим, там врач посмотрит, может быть, тебе нужна какая-то помощь, может тебе там будет лучше. Раз экспертизу, раз недееспособность, раз человек в заведении, раз дети въехали в дом, и, знаете, вот глаза пустые, то есть у них нет даже, здесь вот если такое иногда проделывают люди, у них глаза прячут как-то все-таки, а там, а что, ей же там будет лучше, там же профессионалы, так она может, ну а вдруг, а вдруг она споткнется, а вдруг ей понадобится помощь среди ночи, а я же не могу, у меня работа, мне надо выспаться, ну и дом что-то стоит, простаивает в центре города. Вот такое отношение к родителям, это вот то, что ползет сюда, я думаю, потихонечку, вообще многое ползет, но там это началось раньше, поэтому там все это очень проявлено. Не знаю, ответил я на твой вопрос? Это то, что меня достаточно сильно шокировало. Да, пожалуй, то, что здесь я совсем не наблюдал, а там пронаблюдал. Но в целом, еще раз повторюсь, не хочу осуждать, это не для того, чтобы сказать, что там плохо, или я это осуждаю. Повторюсь еще раз, что если людей с детства выращивали в обстановке вот этих факторов, которых мы обсуждали, которых мы с вами говорили, то чего, собственно, от них ожидать? Это несчастные люди, полное омрачение. Если бы их можно было от этих омрачений освободить, было бы физически возможно, если бы кто-то этим занимался, вместо того, чтобы прописывать им препараты, я думаю, что многое можно было бы улучшить. ну а так, имеем то, что имеем.